Честно говоря, мы ожидали большего. Ну вот, пойдем, снимем, снимем, что изменилось, а ничего не изменилось. Привет из Турции. Мы начинаем понемногу выходить из карантина. Власти сняли некоторые ограничения, а отели уже не спеша готовятся к новому сезону. Сегодня мы пойдем погуляем, покажем и расскажем, что изменилось, и поговорим об отелях, что будет со все включено, какой будет шведский стол и многое другое. За последние три недели во всей Алании не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С 4 мая Турция постепенно начала выходить из карантина. В Алании и еще в нескольких других провинциях отменили комендантский час. Раньше с пятницы по воскресенье мы сидели дома, теперь выходить можно. А еще пожилым людям разрешили гулять в течение нескольких часов один день в неделю. В провинциях, где не все так гладко, комендантский час не отменили, даже расширили до 4 дней. Когда в Турции был пик эпидемии коронавируса, власти запретили продавать маски. Вот такие вот масочки полиция раздает бесплатно. Сейчас ситуация стабилизировалась, и теперь маски уже появились в продаже. Но действуют ограничения. Правительство не разрешает продавать их дороже, чем за одну лиру. В магазин мы по-прежнему ходим в масках. Общее число зараженных коронавирусом в Турции – 142 тысячи. Из них 101 тысяча человек уже полностью выздоровела. Каждый день тут стабильно поправляется около 3000 пациентов, иногда больше. Из карантина выходим аккуратно. В Турции открыли магазины, торговые центры и парикмахерские. Все прошло санитарную обработку, проверки и работает по новым правилам. С 11 мая в Турции должны были открыться все торговые центры, вещевые магазины и вещевые рынки. Мы ожидали, что у нас сейчас здесь все будет открыто, вся эта торговая улица, но почему-то лавки закрыты. Не понимаем, в чем дело, но, возможно, они откроются чуть позже. Мы зашли в один из магазинов и поговорили с продавцом. Он сказал, что работать можно всем. Просто не каждый готов открыться, потому что покупателей пока нет. Торговцы ждут туристов. А вот парикмахерские работают. В них власть установили единые расценки. Наверное, чтобы не создавать очереди и обеспечить равные условия. Ну вот, пойдем, снимем. Снимем, что изменилось, а ничего не изменилось. Зато на рынке Афсалара кое-что изменилось. Уже чувствуется лето. Появились дыни, арбузы, черешня, абрикосы. Все ароматное и по хорошим ценам. А лимоны у нас подешевели до 5 лир. К нам вернулся вещевой рынок. Ура! Торговцев чуть меньше, чем раньше. Но думаем, и тут дело в сезонности. Туристов нет, спрос маленький. Каким же будет отдых в Турции в 2020 году? Уже точно известно, что спа и фитнес-зоны в этом сезоне будут закрыты. Первыми в отелях Турции будут отдыхать местные жители. Говорят, все зашевелится уже после Рамадана. Для иностранных туристов Турция откроется ориентировочно в середине июня. Но пока точно сказать ничего нельзя. По новым правилам отели в Турции будут заполнены на 60%. И все они должны пройти сертификацию. То есть будут проверять лобби, номера, рестораны, транспорт. Все должно соответствовать новым санитарным нормам. И за всем будут постоянно следить. После выезда гостей номера будут полностью обрабатывать. А потом проветривать еще 12 часов. При заселении в отель теперь всех туристов будут проверять. На входе установят тепловизоры и будут измерять температуру. А еще будут выдавать маски, если у туристов их нет. Во всех общественных зонах сделают разметки, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Это будет в ресторанах, на пляжах, у бассейнов, в лобби, повсюду. Еще в общественных местах развесятся нитайзеры и информационные плакаты. Также при всех отелях сделают особые карантинные зоны. И если человек почувствовал себя плохо, у него сильный кашель или температура, его первым делом поместят туда, проверят, сделают тест и потом уже будут решать по ситуации. Дверным ручкам, сенсорным экраном, поручням и другим предметам, которым люди часто прикасаются, уделят максимальное внимание. Их будут постоянно обрабатывать. Ни один отель в Турции не откроется, пока не подтвердит, что готов обеспечить безопасность туристов. В бассейнах будет повышен уровень хлора, а рядом повесят напоминание, что перед входом в воду каждый должен принимать душ. Персонал будет следить за социальной дистанцией и не допускать очередей на водных горках. В туристических автобусах повесят санитайзеры, а боковые места в них теперь будут свободными. В последнее время в интернете очень много слухов, что Турция отменяет все включено, что шведский стол теперь будет не такой, и нас обманывают, как же так, что же теперь делать, наши путевки будут не такими. Не надо бояться на самом деле, все остается. Туроператоры уже сказали, что система все включена, будет по-прежнему работать. Как было раньше, так будет и сейчас, только безопасности будут уделять больше внимания. Вот, например, в ресторанах шведский стол, он остается. Просто вы теперь не будете накладывать еду себе сами. Поставят людей, будет больше персонала, и они будут заниматься обслуживанием, то есть вы будете там заказывать что-то. Получается, как раньше было лекар, да, в рестораны мы ходили. Точно так же, только выбор будет большой, и вы будете говорить, что вам нужно. И еще в ресторанах поставят столики на удалении друг от друга, то есть будут люди соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Ну и в целях безопасности всю еду прикроют, она теперь будет за стеклами. Никто не будет ничего трогать, все будут в безопасности. Не бойтесь, выбора меньше не станет, и порции никто не урежет. В обычных городских ресторанах и кафе тоже будут следить за посадкой. Столики разведут подальше, число мест сократят. Пока рестораны в Турции по-прежнему работают только на вынос и доставку. Но говорят, что к концу мая их начнут потихоньку открывать. Ходят слухи, что в это же время могут открыть бассейны, потому что дадут старт внутреннему туризму. Но пока это не точно. Власти Турции наметили и огласили предварительный план, но корректируют его по ситуации и действуют очень аккуратно. А еще в Турции новые правила въезда. Теперь всех туристов будут проверять на коронавирус прямо в аэропорту. Власти придумали, как это сделать очень быстро, и это не будет создавать каких-то дополнительных очередей, но каждого туриста будут проверять. Результат теста будет известен через 6 часов. Конечно, он уже успеет добраться до отеля, но все равно его быстро изолируют и поместят в карантинную зону. Насчет открытия внешних границ пока толком ничего не известно. Говорят то о середине июня, то об июле. Поделитесь с нами, поехали бы вы в Турцию сразу после открытия границ? Или не хотите путешествовать до полной стабилизации ситуации в мире? И как обстановка с коронавирусом в вашем городе? Честно говоря, мы ожидали большего. Думали, что сейчас будет открыта прям вся торговая улица, уже начнут там более оживленно как-то кафешки работать, но такое чувство, что особенно ничего не изменилось. Наверное, в больших городах это как-то чувствуется больше. Вот в Стамбуле, например, мы знаем, открылись торговые центры. Мы больше всего ждали, что откроется море, но пока никаких новостей по этому поводу нет. Про туризм тоже не совсем понятно, когда откроются окончательные отели, когда будет это решение, что вот первые гости поехали, но точно знаем, что сначала откроется внутренний туризм. Но Эрдоган сказал, что самые большие изменения начнутся после окончания Рамадана, то есть это уже примерно недели через две. Посмотрим, что будет дальше. Мы обязательно вам все покажем и расскажем. Подписывайтесь на наш Инстаграм, там мы всегда рассказываем о свежих новостях. Жмите на колокольчик и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Как только что-то изменится, мы вам сразу об этом расскажем. Пока!